Волгоград-Сталинград, а? Волгоград-Сталинград. Отличная тема. Я сегодня протерла глаза, когда увидела эти заголовки. У меня есть некая максима, абсолютная максима. Я всегда говорил о том, что город должен называться так, как его нарекли на те, кто создали. Вот кто создал, нарек город. Все, никаких других перемен не должно быть. Ну, Рим, например. Нарекли Рим, пожалуйста. Потом могли переименовать, каждые 15 лет могли переименовывать, но этого не делалось. Да. Значит, город Царицын построен не в честь Царицы никакой, а в честь речки. Речка Царицы, которая пересохла нафиг совсем. Ну, я знаю, я ходил по мосту от площади Чекистов. Ты идешь к проспекту, ну, туда, кстати, к центру города, от площади Чекистов. Ты идешь через Царицу. Там русло было глубокое, наверное, мне кажется, что когда-нибудь при Птеродактилях это была большая речка. Потом Птеродактилы вымерли, и речка тоже. Ну вот. Потому что само русло огромное. И мост здоровенный. По нему ходят троллейбусы. Ну, слушай. Значит, и речка Царицы впадает в Волгу. И при впадании царицы, бывшей царицы при Птеродактилях, построили, значит, город. Ну и фиг ли говорить. Построили сразу площадь Чекистов на всякий случай. Я в общем учительно думаю, о каком городе вы говорите все это время. Царицын. Царицын. Он сейчас как называется? Он сейчас называется Волгоград. А-а-а. А заход такой сдалека. Я даже не знала. Ну, почему же сдалека ку-ку? Для любого образованного человека. Для любого образованного человека. Да. Нет, я думаю, что я откашелась вместе с 40% наших слушателей. Нет. Все знали. Да ладно, все знали, конечно. Все знали. Все кроме меня, конечно, про Царицын. Слушай, значит, я считаю, что любые города, любые населенные пункты, любые места, любое место должно называться так, как его назвал основатель. То есть вот человек построил, назвал. Петербург построил, человек назвал Петербург. Фанкт Петербург. Внимание. Да. То есть корректность заключается в том, что человек построил город. Комсомольск-на-Амуре люди построили, да? Назвали Комсомольск-на-Амуре. Вот он так это называет. Вот он так должен называться в следующие 500 тысяч лет. Построил человек, построил человек Санкт-Петербург. Вот он построил и сказал, нарекаю тебя Санкт-Петербург. Ну, это же было отвратительное наследие царизма, понимаете? Как тебя, батя, назвал Аношкой. Говорит, будешь Аношкой. Все, и все. И ты ушла, а теперь Аношка всю жизнь, ничего не поделаешь, понимаешь? Дальше слушай. Да. Дальше. То есть переименовывать нельзя. Но с другой стороны, Царицын, город Царицын конкретно, не прославлен в веках. То есть самый славный момент города Царицына, ныне Волгограда, это Сталинград. Ну, что делать? Ну, вот так. Так получилось, что Сталинград, это имя. А Мухасранск, то есть Волгоград, простите, это не имя. Понимаешь? Ну, никак. Ну, не имя. И что дальше? Значит, надо делать... Выбор такой. Волгоград вообще идет в топку, с моей точки зрения. Волгоград идет в топку, потому что это не имя вообще никакое. Это не имя, данное при основании. Это вообще ничего. Это фуфел. Сталинград, это имя славное, а Царицын, это имя первоначальное. Ну, вот давайте, ну, вот, слушайте, давайте проголосуем. Ребят, вот вы, например, вы волгоградцы, сейчас нынешние, стыдно сказать. Ну, в смысле, я имею в виду, что стыдно сказать волгоградцы, потому что либо сталинградцы, либо царицынцы, да? Так, про тайное общество я выпишусь, это я потеряю результат голосования. 38 процентов. Нет, 62, что это фрики и тайное общество идиотов, а значит, 38 процентов, что это масонские ложи. Вот, такие, ну, в смысле, могущественные. Да, значит, давайте, давайте теперь я предложу вам три варианта голосования. Три варианта голосования, внимание. Посмотрите, вы хотите, чтобы нынешний Волгоград, он же Царицын, он же Сталинград, назывался именем, данным ему при основании города. Царицын, 134-21-35, Сталинград, 134-21-36, Волгоград, 134-21-37. Попробуйте проголосовать как-нибудь монументальненько. Ну, чтобы у нас представительство было. Ну, хотя бы 500 тысяч человек должно проголосовать, мне кажется. Смотрите, значит, есть основания считать, есть основания считать, что город должен называться так, как он назывался в самую славную, Это оспоримая фигня, ну, неважно. В самую славную эпоху своего существования. И тогда он Сталинград. 134, 21, 36. Или, пусть уже будет Волгоград, но не Кокущий и так далее, Мухосранск, до свидания и прочее. 134, 21, 37. Ну, не знаю, понимаете? Ну, вот, я думаю, что в этом голосовании еще отношение к Сталину все равно, хочешь не хочешь, а будет проявляться. Не знаю, не знаю. Я знаю, что, вот смотри, у нас сейчас идет голосование. 24% за Царицын, 65% за Сталинград, 10% за Волгоград. Итак, напоминаю еще раз, и слушайте, сейчас, очень прошу, обсудим после новостей, внимание. Сейчас только голосование. Голосов уже примерно 400 тысяч голосов. Ну, ладно, 400, неважно. 400 и 400 тысяч, какая разница? Каждый голосует за тысячу. Давайте, 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 погнали дальше. Значит, смотрите, вы хотите, чтобы город, который назывался Царицын, Сталинград, Волгоград, назывался впредь, так, как его назвали при основании. Это корректно, это правильно. 134-21-35, Царицын. 134-21-35, Царицын, по речке Царицын, там речка Царицын. 134-21-36, Сталинград. 134-21-36, Сталинград. Как в наиболее славную эпоху своего существования. 134-21-37, Волгоград. Вот, Волгоград уже 11% набрал. Сталинград 65, 10, опять 10. 25-65-10, сейчас пошли в движение. Волгоградка переименовывать, Анастасия Аножко, ведущая программы. Доброе утро. Волгоградку переименовывать, Сталинградку, Царицынку. Царицынка, Царицынка. Ну, вам тут пишут, что и Ленинградская битва тоже там, и блокады Ленинграда. Вот, город вошел в историю. Нет, давай так, давай так. Не как Санкт-Петербург. Я сторонник стойки тезиса, тезиса, тезиса простого. Я построил, я назвал. Вот мой тезис, понятно, да? Я построил, я назвал. Я еще раз. Я назвал, как отец, как создатель, понятно? Я построил Комсомольск-на-Амуре, назвал Комсомольск-на-Амуре. Я построил Санкт-Петербург, назвал Санкт-Петербург, точка. То есть первое название от создателя. А Калининград тогда как мы будем называть? Значит, тут вопрос, тут вопрос, тут вопрос, потому что мы не должны, так сказать... Ну, в общем, построили, назвали... Да, там некие, да. Предатели России, да. Так в том-то и дело, в том-то и дело. Значит, я построил, но в смысле, в смысле, главное, что, главное правило должно быть простое. Создатель называет. Все, точка. Теперь я даю вам результат вашего голосования. А, значит, смотрите у нас как. За то, чтобы Волгоград, нынешний Волгоград, нынешний Волгоград назывался царицем, по правилу я построил, я назвал. Первое название и есть единственное название. 24 процента. 24 процента. 66. Сталинград. Сталинград, потому что наиболее славная эпоха, наиболее славный подвиг, наибольшую известность. Этот город приобрел, как Сталинград. 66 процентов. И, наконец, оставить Волгоград, как есть, 10 процентов. 10 процентов. Огромное число участников этого голосования. Огромное. Обоснуйте. Обоснуйте. Может быть, Волгоградцы выходцы из Волгограда, из Сталинграда, из Царицына. Из Царицына выходцы, я думаю, не осталось уже, или мало? Мало. Их осталось мало. Вот, там Троцкий вместе со Сталином в свое время. Почему город назвали Сталинград? Там Троцкий вместе со Сталином били белых белых. Бивали. Защитников государственности. Абсолютно. Всыпали они там белым белым. Троцкий со Сталином вместе. Хорошо всыпали. И в честь этого можно было бы назвать город Троцкийград. Троцкийград. Ну, назвали Сталинград. Понимаешь? Ну, что теперь делать? Ну, так. Да, алло, здравствуйте. Эх. Сорвался звонок. Просто давно его принял за этот звонок. И он у меня висел. Но не довиселся. Алло, здрасте. Алло, Сергей Иванович. Здравствуйте. Максим, Москва. Да, Максим. Вы знаете, я, в принципе, с вами, Сергей, согласен, что, как бы, кто построил, кто-то назвал. Но именно от названия Сталинград я вот чувствую, что многие, как бы, против, вроде как, личность Сталина, которая репрессии и т.д. А у меня, знаете, взгляд на это такой, что достаточно спорный вопрос репрессий. Вот у меня была такая история. Ехал я как-то с таксистом и что-то начал я про репрессии сталинские. А мне таксист говорит, слушай, нас говорят, как бы, что погибло в Сталинске репрессии столько же, сколько во время войны. А, говорит, у тебя есть знакомые, у кого кто-то был репрессирован? Я говорю, нет. Он говорит, а вот кто на войне погиб? Ну, в смысле, в каждой семье есть человек, у которого, значит, кто-то погиб и так далее. Абсолютно точно. В каждой семье есть абсолютно точно. И я думаю, что переписывали историю, как и про Павла Первого, и как про всех этих мужей Екатерина и так далее. Также Никита Сергеевич затеял очень, мне кажется. И плюс, даже если были репрессии, мне кажется, репрессировали от кого? Например, если белых офицеров... Не надо, пожалуйста. Вот у меня двое сразу репрессировано в семье было. Бабушки с дедушкой в лагере познакомились. В Петербурге и Москве очень много было. У вас родственники в тот период проживали в Петербурге или в Москве? В Москве, да. Я в третьем поколении москвичи. Я за всю свою жизнь знаю только одного человека, которая... У меня была учительница по-английскому, она была репрессирована. А за что? Она была агентом КГБ во время Второй мировой войны, была сексотом в депмиссии нашей, значит. А мою бабушку репрессировали за то, что она не дала коровам многодетной семьи, то есть она была... Ее включили в комиссию по раскулачиванию. Ей было 16 лет. Ну, безусловно, мне кажется, что многие люди решали свои нюхи вопросов. Но сама идея... Нет, давайте я расскажу историю. Давайте расскажем, Настя. Настя, секунду. Макс, Макс, секунду. Ну, дайте скажем. Вы как бы по какой-то учительнице плохой, которая была сексотом и так далее. Быстро, быстро говори. Пять лет дали 16-летней девочке за то, что она усомнилась в целесообразности изъятия коровы у многодетной семьи, у которой больше источника доходов и еды больше не было. И пять лет ее осудили. И дедушка моего осудили, который также на Дальнем Востоке там работал, и на него донесли, что он анекдот рассказал. Потом их обоих реабилитировали. Но это уже неважно. Они репрессированы были. И сидели в лагере, и здоровье свое там потеряли. Смотрите, какая штука. Их же не Осип Виссарионович. А вот эти уроды, которых он же потом и тоже репрессировал. Понимаете? Если бы не запущенная программа, ничего бы этого... Мне кажется, что программа-то была запущена какая-то. Он прекрасно знал все это революционное окружение, которое на самом деле все достаточно... Слушайте, а вчера, Макс, вчера у Володарского... У Володарского вчера было или позавчера... Господи, мне так понравилось, я слушал, сидел. Только, конечно, теперь я не помню, пятница, этот самый, воскресенье или суббота. Был автор книги о репрессиях, и он рассказывал, насколько яростно Ленинская гвардия, 80% тогдашнего руководства партии коммунистов, требовало репрессий. То есть Сталин, может быть, до какой-то степени... Что его не извиняет. Не извиняет, конечно. Но он до какой-то степени плыл по течению. То есть он видел ярость, ярость, клокочущую ярость. И он Ленинцам дал сначала перекрошить, значит, остальных, потом перекрошил этих авторов. А потом и их... А потом и их прибрал, конечно. Сама логика-то подсказывает. Младец, каждый бы на его месте поступил бы так же. Может быть и нет. Но, знаешь, плыть по течению, в принципе, давать вещам произойти, это эффективная политика, согласись. Ну, значит, если все требуют, все орут там на съездах, тот же Хрущев орал, понимаешь? Если все требуют крови, ну, пожалуйста, ну, давайте, ребят. А зачем? Подразберитесь, ребят. Подразберитесь. А что, на кого-то надо... Ну, то есть нормально, там, ну, миллионы загубленных жизней, там, шарашки, все это, в общем. Ну, требовало обстановку. Можно спрашивать? А кто устроил революцию в России? Ну, первоначально, вероятно, буржуазию нет. Давай, 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 давай скажем следующее. Жестокость первой трети, жестокость первой третьей, и более, и более, двадцатого века в России, первой третьей, и даже более, да, тридцать седьмой год включим все-таки. Значит, жестокость. Колоссальная страшная жестокость. Начавшаяся русско-японской войной, голодом, там, каждые два года был голод, вымирали губерниями люди. Значит, потом революция пятого года, и так далее. Потом Столыпинские галстуки, так называемые, виселицы. Столыпинские вагоны, так называемые, и так далее, когда людей выбрасывали, там, посреди Сибири, с топорами, и все, да, никакой помощи. Вот, вот эта жестокость невероятная. Первой мировой войны, потом революция гражданской войны, потом уничтожение последовательного, там, ленинцами всех пришлых, потом ленинцев, крошили подряд, да, голодомор на Украине и южных губерниях России. Реальный голодомор, настоящий. Вот это все, вот это все. Почему так случилось? Потому что люди очень серьезно к теме. Потому что русские элиты, которым история доверила править страной, русские элиты, которым история доверила править страной, довели страну до этого состояния. И убежали. И убежали к чертовой матери. Значит, вот эти русские элиты, девятнадцатого века, люди девятнадцатого века, в том числе Романовы триста лет правили. Довели страну, хея знает до чего, до страшной крови и ожесточенности. Спасибо им за это. Нам подсказывают из редакции, что был вчера историк Емельянов у Владарского. Послушайте. У Владарского был историк Емельянов вчера. Я его слушал, заслушался. На какое-то время даже в отчаянии крутил ручку. Я въехал в тоннель вот здесь вот на Риге. Я въехал в тоннель и проклял тоннель, и все на свете. Потому что вдруг какой-то момент у меня прервался. Хотите голосование поставить? Мы давно наступили. Нет, давай, да. А что поставили? Ну, как вот отношения. В принципе, скорее осуждаете и точно нет, нет и так далее. Не любите? 66% или нет? Дай людям высказаться сначала про Сталинград. Давай. Дай людям высказаться сначала про Сталинград. Напомню наше голосование. Голосование привело к тому, что мы к городу на Волге, к городу на Волге, который называется нынче Мухасра... О, простите, Волгоград. Значит, я там жил, между прочим. Я волгоградец, чтобы ты знала. Я волгоградец, я закончил среднюю школу там. Что вы говорите? Математический класс. Физика математическая. Давайте угадай. На пятерке. На пятерке, да. Мотоанализ и все. Значит, я учился в школе у планетария, а жил на улице Ткачева, если кто не знает. А первое время на площади Чекистов. Я жил еще, потому что нам квартиру не давали в 7 месяцев. И я жил в офицерской общаге с папой и с мамой. Ну и все. Значит, слушайте меня. 24 процента. 24 процента. Город должен называться так, как его нарекли при создании. То есть Царицын. 24 процента. 66. Сталинград. 10 процентов. Волгоград. Вот такое у нас голосование. Все, погнали, говорим об этом. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Федор Москва. Ваше предложение. Мое предложение. Ну, во-первых, должно быть зафиксировано все названия. И больше не менять. Вот как оно сейчас есть, так и пускай будет. Бесконечные изменения. Они не нужны никому. А тогда подождите, почему Волгоград-то с какого вдруг такого перепоя Волгоград? Пусть там Царицын. Ну, Царицын. Город при основании был назван Царицын. При основании, да. Ну и что? Ну, во-первых... Ну, подождите, вот вы детей. У вас дети. Сталинград это исключение. Я помню, свою бабушку и дедушку, они воевали там. И все-таки я считаю, что должен быть Сталинград. Сталинград. Сейчас мы говорим о Великой Победе, потому что во многих городах мира, в Париже, по-моему, еще где-то есть название Сталинграда. Конечно, конечно. Улица Сталинграда есть... Это Великая Битва. Это первую голову Великая Битва. Понимаете? Вне всякой зависимости от Сталина. Это Великая Битва. И которую помнит история, которую никогда не забудет история, потому что ее масштаб совершенно потрясающий. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, ваше предложение. Приглушите радио, пожалуйста, приемник. Да, прошу. Да, да, Сергей Леонидович. Я Сергей, пожалуйста, Сергей, Сергей. Вы знаете, старое название городу Царицын. Да. Вот, и я еще хотел... Но Царицын никто не знает, нет Царицынской битвы. Так вот, мое мнение, что революцию в России создал... Цари Николая II, а создали Старообрядцы. Дело в том, что Старообрядцы еще со времен Боярине Морозовой, все мы знаем Савву Морозова, да, фонсировал большевиков. Как вы связали Боярину Морозову с Саввой? Ну, пожалуйста, нет проблем. Хорошо. Он связал всех со всеми. И Боярине Морозова, уезжая в ссылку в Сибирь... Которая жила в Боровске. Не вдруг, так вот сразу, раз, а как-то с заковырочкой. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вас как зовут? Здрасте. Станислав. Станислав, ваша версия. Царицын, Сталинград, Волгоград. Ну, вы знаете, честно говоря, изначально то, что было и то, что сейчас, большого значения, наверное, для многих людей этого не имеет. Есть история у этого города. Другой вопрос. Финансовая сторона момента переименования вот этого всего. Это как-то заботит власти или кто этим собирается заниматься? Нет, слушайте, а ничего торопиться. Ну, пожалуйста, давайте новые все таблички выпускать, не менять их единовременно. Теперь я вам другую вещь скажу. Как с полицией. Помните, было? Все говорили, переименовать милицию в полицию стоит неподъемных денег. Значит, ровно за две недели переименовали и все машины перекрасили. А машину перекрасить, между прочим, это труднее, чем поменять табличку. Ну, что вы. А вы знаете, за чей счет это все делало? За счет экипажей. Экипажу говорят перекрасить. Они едут в армянский гараж в Кунцево и перекрашивают, и все. Все понятно. Вы осознанно очень хорошо. Я знаю. Экипажам говорили просто перекрасить машину. Они такие, упс. В конечном итоге это делалось за счет водителей. Я это очень хорошо понимаю. Это все делалось за счет водителей, ребят. Эй, ребят, ну в самом деле, давайте придем к общей точки зрения. А общей не будет точки зрения. 66% за Саленград. Алло, здрасте. Доброго здравия, Сергей. Я целиком и полностью на вашей стороне считаю, что кто построил город, назвал его, вот как ребенка, правильно. И вот это имя должно сохраняться за этим местом постоянно. Но с другой стороны, именно конкретно по отношению к Сталинграду. По отношению к Сталинграду у меня тоже два деда были участниками войны. Один командиром бригады закончил, другой замкомандующего воздушной армии был. И тоже они там же воевали. У меня, кстати, летчик-дед, участник Сталинградской битвы. И тем не менее, я тоже как военный все равно. Царицын. Царицынка речка была, построили город. Вот, назвали, и дай господи, Краснодар переименовать, Катеринодар. Города Новороссии, там, Запорожье, Александровск, Теревоград, Елизаветинск, там, чтобы понятно было. Проблема в том, что с Украиной, с Украиной чуть труднее. Хотя в названиях городу. С Украиной чуть труднее, как вы знаете, не мы переименовываем. Но нет, нет, мы так, родил ребенка, сказал, звать тебя Петя, точка, Петя. Потом он говорит, дело в том, что я хотел бы быть, там, не знаю, суть. Ну да. Но прославился под именем таким-то псевдонимом. Нет, ты говоришь, нет, Петя и точка. А, если он... А бывают и псевдонимы, они иногда бывают намного более известны, чем настоящие имена персонажей. Это правда. И ничто не мешает им жить под двумя именами. Это скверно. Это на самом деле скверно. А некоторые паспорт меняют. Право отца разрушают, ну согласись. Никому какое дело. Скажите, скажите, ну ты хотела еще одно голосование провести? Про Сталина давно я не слышала. Про Сталина, про Сталина, да. Не мерились в программе. Потому что все равно, алло, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Вот часто бываю в Волгограде, заметил следующую картину. Вот среди... Там все-таки не как в Москве уровень жизни. Там много старых машин, Жигули, вот эти москвичи. И можно очень часто увидеть на них старые номера с буквами СТ. Я разговаривал с одним, а принципиально меняют вот эти, знаете, черные номера, черный фон, белые номера. Сталин, где написано. Они принципиально... Ну, это разрешили, в принципе, старые номера оставляли по закону, теперь можно. Да. Вот эти старые-старые, они не меняют. Они так касаются Сталин. Скажите, а вы по работе бываете в Волгограде? По работе? Я, да, рыбой занимаюсь, я часто, да. Вот слушайте, вот можно я скажу? Вот я жил в Волгограде. Значит, мать приносила... У нее знакомая там работала в обкоме, ну, в обкоме партии. И мама приносила лосося, дальневосточные консервы. Да. Слышите, и мы варили из них уху. Вот я говорю, город на Волге, да, на Волге. Приносили из лосося консервы, потому что рыбы не было, не было никогда сроду. Мяса не было в магазинах, ну, не было. Потому что Волгоградский секретарь обкома, скотина, хотел свою попочку послаще перевезти в Москву. Для этого, значит, выполнял там план, перевыполнял. Город был голодный, голодный. Астрахань сытая была, Саратов сытый. А мы были все голодные. Сергей, я хотел, знаете, что обратить внимание? Давайте. Что решение должны принимать вот это вот. Не жители, я вот настаиваю на этом. Не жители, а вся страна, вот как это. Потому что достояние не только жителей, а все страны. Я вам хочу напомнить, что во время Сталинградской битвы был зафиксирован рекорд. Ну, хотя раньше не было таких широких масс-медиа. Но во всем мире каждый восьмой житель планеты с утра включал приемник и слушал, устоял ли Ленинград. Ой, это Сталинград. Слушай, вот это абсолютно важную вещь вы сказали. Позвольте мне проголосовать ее, поставить на голосование. Спасибо. Да, это абсолютно важная вещь. Значит, решение о переименовании Волгограда должны принимать никакие не жители. Никакие не жители. Не жителям решать. Путин сказал жителям решать. Нет, неправильно. Вот я вслед за нашим слушателем считаю, неправильно. Вообще вся страна должна... Сейчас 14 сентября будет голосование этого всего. Поставьте вопрос о переименовании. Вот и все. Вот референдум проведите всей страной. Значит, это достояние всей России. Сталинград. Это наша история всех. Бились там все. Бились люди. Все бились. Понятно? Никакие не волгоградцы там бились, а вся страна билась. Понятно? Значит, надо ставить вопрос. Мы не можем всепланетарное голосование проводить. Или, так сказать, там всеснгевское голосование. Значит, это должна решать вся страна. Переименование Волгограда вопрос. Это вопрос страны, России. 134-21-35. Нет, пусть жители города выскажутся. 134-21-36. 134-21-35. Это дело страны. Референдум должен быть проведен в стране. В стране, в России. Нет, нет. Это дело жителей города. 134-21-36. 134-21-35. Это дело страны. 134-21-36. Это дело жителей города. Пока вы голосуете, секунду, минуту буквально, секундочку, я вам скажу, что я жил в Волгограде, город был так же несчастлив, как и сейчас, он всегда несчастлив. Во-первых, Волгоград возглавляет гигантскую невероятных размеров область, это огромная область, это область занята сельским хозяйством, понимаешь, причем она тянется до донских казаков, до хапра, вот это вот, где уже, например, город Урюпинск, ты будешь удивлена, это Волгоградская область. Ну так вот, значит, гигантская область, тянущаяся сотни километров, дальше, голодный город, постоянно голодный город, постоянно неустроенный, постоянно завидующий Саратову и Астрахани, в Астрахани есть рыба, в Астрахани есть жизнь какая-то, в Саратове сытно, в Саратове вкусно, в Саратове рожи трескаются. В Волгограде постоянная неустроенность, понимаешь, сейчас там, сейчас там так, сельское хозяйство и Лукоил, и Лукоил, ну, у Лукоила там заводка, значит, и там какой-то негр, какие-то, так сказать, там прочее, вот, понимаешь, негр, Настя, 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 из консервов дальневосточных делали уху, потому что рыбы с роду не было в магазинах. Ну все, хорошо, начала плакать, лишь бы всплакнуть, нашла, так, значит, должны голосовать все жители России, 91% слушателей требует этого, 9% должны решать жители города, 91% это дело всей страны, обзор печати.